Прошло почти 75 лет, как самая кровопролитная война закончилась победой наших отцов, дедов и прадедов над фашистской Германией. Подвиги героев Второй мировой войны будут жить, пока о них помнят их потомки. В Ненецком округе пытаются восстановить картину воинского пути наших земляков. В региональном отделении партии «Единая Россия» создали уникальный проект «Подвиг земляков» участников Великой Отечественной войны. Конец декабря 43-го. Танк в бою подбили, горел. В земле Осташкова покоится Василий. Никто не плакал на его могиле. Эти строки Любовь Георгиевна Фролова посвятила своему родственнику, которого считали без вести пропавшим в годы Великой Отечественной войны. Ее семье это не единственный человек, о котором мало что было известно в послевоенное время. Вернувшиеся с фронта не любили вспоминать о тех страшных годах, а о тех, кто погиб на полях сражений и вовсе, кроме извещений и похоронок, не осталось ничего. Но найти информацию и узнать о том, какие подвиги совершили близкие люди, все же удалось. Копии наградных листов и даже координаты воинского захоронения одного из родственников ей передал координатор регионального проекта «Подвиг земляков» участников Великой Отечественной войны Виктор Ильин. И хочется побольше узнать, потому что вот Петра Егоровича, Курская дуга и все, больше ничего не известно. А раз они нашли, копали где-то, там уже более подробно расписано будет, значит мы будем знать немножечко побольше. В 2018 году по случайному стечению обстоятельств к Виктору Ильину обратились жители поселка Харута с просьбой найти наградные листы своего земляка. После проделанных трудов стало ясно – такая работа необходима. Проект, который мы ведем, на мой взгляд, очень важен с той точки зрения, что молодежь нынешняя, она не всегда помнит и знает о тех подвигах, которые совершили их деды и прадеды. Вот наша задача – побудить всех, чтобы они вспомнили о них и могли зайти на сайт, который называется «Подвиг народа и память народа» и там найти информацию. Вот любой из желающих, который найдет эту информацию, или же он не сможет ее найти на этом сайте, может всегда обратиться к нам в региональное отделение партии «Единая Россия». Мы всегда всем рады и всегда готовы помогать сбором информации и непосредственно участием в разных мероприятиях. В планах создателей и активистов партийного проекта сформировать по итогам работы телепрограмму, где участники проекта смогли бы рассказать о подвигах своих родных и издать сборник с найденными материалами и фотографиями земляков-участников войны. Хотелось бы отметить очень важный факт о том, что вот эту инициативу поддержали и жители, и в рамках партийного проекта. И мы сейчас выходим на федеральный уровень с инициативой, чтобы память наших земляков в рамках нашего партийного проекта поддержали на федеральном уровне. И реализация этого проекта не только у нас в округе осуществлялась, но и по всей России. Напомню, обратиться за помощью в поиске информации о фронтовиках можно в региональное отделение партии «Единая Россия» по адресу, который вы видите на своих экранах. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Продолжение следует...